Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ивана Климпуш-Ценцадзе считает, что некоторые СМИ неправильно подали заявление главы МИД Павла Климпкина о возможном разрыве минских соглашений, которые он сделал накануне. С ее слов, смысл месседжа в том, что если европейские страны будут разрушать основы, на которых парламентская делегация РФ может вернуться в ПАСЕ, то тогда европейские страны могут себя обвинить в том, что именно они разрушили Минск. Эту тему мы разбираем с нашим гостем, это директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в нашей студии. Юрий, я вас рад приветствовать. Здравствуйте. Буквально вот накануне появилось сообщение о том, что евродепутат Ребекка Хармс подтвердила, что украинский министр иностранных дел Павел Климпкин действительно проводил в Брюсселе консультации относительно угрозы дальнейшей работе Минска. Юрий, как считаете, почему именно сейчас всплыла эта тема и всплыл этот, ну я не знаю, сложно назвать конфликтом, неконфликтом, но вот эта ситуация с заявлениями в том числе нашего министра иностранных дел? Во многом в этой ситуации есть стечение многих внешнеполитических факторов, ну в частности долго длилась ситуация с недопуском, с исключением, с демаршем в том числе российской делегации в Парье. И в этой связи сейчас, накануне встречи глав МИД, министерства иностранных дел, стран-участник ПАСЭ, и по истечении двух лет, собственно, есть очень активная необходимость в Совете Европы принимать решение по России, то бишь либо ее возвращать методом хитромудрых изменений к регламенту Совета Европы и таким образом получить взносы в свой бюджет, либо же окончательно, скажем, витировать их участие и в этой связи наверняка ставить вопрос о целесообразности вообще, акцентуации на этом вопросе. Это внешнеполитический фактор. Внутриполитический фактор это изменение власти в Украине, такой период, скажем, такого транзита власти, который, в свою очередь, с одной стороны, хочет использовать Россия, имея слабость украинской позиции, с другой стороны, есть и внутриполитический фактор, который связан с тем, что во многом уходящая власть, ее представители делают громкие заявления для того, чтобы зафиксировать здесь свою принципиальную позицию. Вопрос же в следующем. Да, во многом санкции в отношении России в Совете Европы, они не связаны буквально, документарно с санкциями, которые были наложены на Россию в связи с невыполнением Минских соглашений. И огромный пучок, пакет мировых европейских санкций сконцентрирован именно на конкретном невыполнении Минских соглашений России. В данном случае, если смотреть буквально с юридической точки зрения, заявление Климкина, оно не совсем юридически аргументировано, но с точки зрения прогнозирования развития ситуации, с точки зрения украинского интереса, сделав один шаг назад в вопросе санкций хотя бы в Совете Европы, далее есть угроза того, что этот процесс будет сыпаться как карточный домик и будет необратимым в плане возможности сдержать его в Украине. Понятно, от украинского вопроса все устали. Особенно в Европе демократия, которая состязается с авторитарным режимом российским, она всегда имеет определенные стратегически сильные позиции, но тактически иногда она допускает слабину. Изменения выборов в Европе в том числе, они иногда ставят под угрозу, и те вопросы, которые в контексте выборов поднимают в Европе экономически, они иногда очень больно бьют по политической позиции в Европе, и Россия может этим воспользоваться в том числе. Вы, в частности, сказали о том, что если один раз дать слабину, скажем так, в ослаблении санкций определенных, то это может разрушить все. Скажите, может ли ЕС разрушить Минск о том, о чем говорилось уже со стороны наших чиновников, и если парламентская ассамблея Совета Европы, ну, скажем так, простит Россию и снимет санкции? Ну, конечно же, Минск, вообще любое исполнение каких-то соглашений, оно связано как с санкциями за неисполнение, и когда стороны под этим подписываются. И, с другой стороны, дает шанс исполнить соглашение. Так вот, скажем так, позиция европейцев в плане того, что нужно будет, необходимо будет в июне месяце продлять санкции европейского сообщества по отношению к России, и тут очень, скажем, иногда слабые с точки зрения политики, но экономически аргументированные позиции Германии по северному потоку, Франции, Италии, они могут, конечно, в определенной степени расшатать этот процесс. Вопрос в том, что, ну, слабо верится, что, возможно, ситуация, когда вот в этом патовом положении по исполнению минских соглашений, в том числе со стороны России, и эти факты, огромное количество, снабжение боевиков оружием, там, средствами, выдача, в том числе, паспортов, насчет этого вопроса Украина ожидала ужесточения санкций в Европе, но с Европы все больше сигналов, что в связи с этим фактом, а он один из наиболее кричущих после непосредственной военной агрессии, заявление европейцев о том, что они не будут в связи с этим усиливать санкции, это тоже для Украины огромный вызов, это уже факт пропуска удара, скажем так, пропуска Европой, Украиной, удара российской агрессии. Ну, а вот действительно, в связи с этой ситуацией, с паспортами, с выдачей, да, то есть, что не будет санкций, как вообще, по идее, нужно реагировать, если есть определенный пропуск удара, чего дальше стоит ожидать? Вся украинская дипломатия обязана в этой связи очень активно отстаивать украинские интересы, поднимать эти вопросы. На самом деле, дипломатия последних 4-5 лет, она справлялась с этими задачами, мало было вызовов, которые остались, не просто незамеченными украинскими дипломатами, а на которые было не отреагировано с точки зрения украинского интереса и удара по рукам России. Другое дело, что тут мы в предварительном вопросе коснулись эффективности работы вообще международных организаций. Так вот, ну, взятие ООН. Иногда есть явные ситуации, когда эта организация должна реагировать, но, к сожалению, регламент составлен таким образом, что право ВЕТа останавливает все самые очевидные и благие начинания мирового сообщества на уровне ООН. То же самое, между прочим, мы рискуем получить и в ситуации с Советом Европы. Если будет сделана возможность оставлять без наказания агрессивные действия некоторых стран ЕС, то тут аргументация вообще, целесообразность существования этой организации как одной из основных консультационных площадок для, в том числе, и соблюдения безопасности в Европе, она теряет свой смысл, равно как и ООН. Да, огромное значение, но в вопросах безопасности она становится беззубой. И тут, наверное, вот это имел Климкин, пропустив, дав прецедент такой вот в Совете Европы. Следующий прецедент по линии отказа от наказания России за агрессивные действия будет свидетельствовать о крахе тех балансов хоть каких-то сдерживаний агрессии России в рамках Минска. Скажите, вообще, Парламентская Ассамблея Совета Европы, как, знаете, такой орган доверия со стороны Украины, может ли она потерять этот ватум, да, если, например, вот в июне у нас должны быть продлены санкции, да, со стороны СЕ, да, плюс, если, например, Россия будет возвращена в Совет Европы, может ли вот этот орган, вот эта структура потерять доверие со стороны Украины и не только? Ну, во многом санкции в рамках, связанные с Минскими соглашениями, они, скажем так, продолжаются, они работают в рамках других структур, собственно, структур Европейского Союза, и они мало связаны с парламентской частью и с Советами Европы в частности. Ну, в данном случае это просто потеря одного из таких серьезных ключевых дискуссионных площадок внутри Европы, на которых звучала и раньше достаточно активная и аргументированная украинская позиция. Говорить о том, что однозначно будет в связи с этим потерян шанс продления санкций в июне, мы не можем. Но на фоне массы факторов, слабости такой вот дипломатии в связи с переходным периодом транзитом власти в Украине, акценты, которые смещаются в мировой повестке дня от Украины более в сторону Ирака, Ирана, Венесуэлы, Сирии в том числе, то есть все это дело может немножко как бы наш вопрос украинский в порядке дня мировом сдвинуть в сторону. И этим может воспользоваться сильная сейчас и очень активная российская дипломатия. И мы можем тут получить определенные просто такие вот конструкции, ситуативные, в которых мы можем не отстоять свою позицию. Юрий, вот касаемо того заседания годового в Хельсинки, которое уже состоится начиная завтра-послезавтра, там будет годовое заседание комитетов Совета Европы. На нем, я так понимаю, ну как вы уже упомянули, что должно быть рассмотрена дальнейшая судьба России в Совете Европы, по сути. Каковы шансы, учитывая то, что Россия уже сколько времени, она уже не платит эти членские взносы, каковы шансы на ее исключение? Тяжело об этом говорить, это будет понятно уже по факту проведения этого события. По сути, то, сколько она не платит взносы, за это ее могли уже исключить? По большому счету, да, но в конце второго года, конечно. Но вопрос в том, что Россия аргументирует свою позицию неплатежи тем, что она не участвует в работе этой организации. И таким образом, ну понятно, что это манипуляция, это не освобождает санкции за членство в определенной организации, не освобождает от уплаты взносов за это членство. Так и тем более в апреле вот парламентская ассамблея Совета Европы, она призывала Россию, она приняла резолюцию, которая призвала Россию сформировать свою делегацию уже, ну то есть и начать работу и заплатить, соответственно, взнос Совета Европы. Ну, для того, чтобы сформировать делегацию, Россия же хочет быть очищенной от всех санкций, в частности, по вопросам выступлений в паре и так далее. Другое дело, что ситуация еще осложняется тем, что и Франция, и некоторым образом Финляндия, они где-то занимают не совсем то видение развития работы в ПАСЭ, который занимает Украина. То есть вот такое жесткое отстаивание проукраинских интересов в данном случае в связи с руководством этих стран в ПАСЭ, Оно может быть еще одним фактором ослабления украинской позиции, это констатируют многие эксперты. Юрий, я вас благодарю за то, что пришли к нам на эфир и за разъединение по ситуации в Совете Европы, в ПАСЭ и чего ожидать от Украины. Я напомню, что вот завтра-послезавтра зрителям, что состоится действительно важное событие, годовое заседание комитета министров Совета Европы, и уже по факту мы будем понимать, в каком направлении Совет Европы по отношению к России будет двигаться дальше. Ну и напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий. Я, Евгений Агарков, прощаюсь с вами. До новых встреч на АйОйТВ. Редактор субтитров А.Семкин